Сегодня свой профессиональный праздник отмечают пульмонологи, специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением органов дыхания. Именно пульмонологи с приходом пандемии коронавируса оказались наиболее востребованы. Пульмонологическое отделение Минской областной клинической больницы было открыто в 1975 году. Ежегодно здесь проходит обследование и лечение свыше тысячи пациентов с заболеваниями органов дыхания. В пульмонологическом отделении достаточное количество кислородных точек для централизованной подачи кислорода и в том числе имеются кислородные концентраторы. Оснащенность лабораторий Минской областной клинической больницы позволяет делать все необходимые исследования. На сегодняшний день в больнице имеется три КТ-аппарата. В период пандемии слаженная работа коллектива пульмонологического отделения и клиники в круглосуточном режиме спасала жизни пациентов. Это была работа в круглосуточном режиме с большей нагрузкой. Пациенты сами, они, конечно, были более тяжелые требования, вот необходимость подачи, допустим, кислорода. Это регулярное динамическое наблюдение, кого-то нужно оценить через каждый час, кого-то каждые полчаса, кого-то через три часа. Коронавирусная инфекция – это острия спиритовная инфекция, при которой коронавирус попадает в организм человека через слизистую полость рта и носа. У человека проявляется, допустим, повышение температуры тела, какой-то сухой, раздражающий кашель. Это как фактор защиты организма на проникновение этого коронавируса в организм. Хуже, когда коронавирус проникает еще глубже в организм, поражает тем самым легкие. И тогда развивается такое тяжелое жизнеугрожающее состояние, как коронавирусная пневмония. Кровь в сосудах сворачивается, образуются тромбы, страдает сердце и легкие. Это все последствия коварного вируса, который бьет по самым слабым местам в организме, словно по мишеням. Самая частая постковидная реакция – это потери обоняния, это боли в груди, боли в мышцах, суставах, остающийся там систематический какой-то кашель. Бывает поражение нервной системы, когда пациенты жалуются, начиная от депрессии, раздражительности вплоть до панических атак. Многие переболевшие коронавирусом даже в легкой форме отмечают, что испытывают разные негативные ощущения в организме и спустя месяцы после выздоровления. Если у вас появилась постоянная дышка, затрудненное дыхание, вялость, кашель, рекомендуется сделать флюорографию. Принцип флюорографии состоит в том, что пациент, находясь за экраном, производится снимок, и снимок фиксируется на экране. Впоследствии этот снимок выводится на специальную фотопленку. При рентгенографии органов грудной клетки снимок сразу выводится на рентгенпленку. Метод флюорографии впервые был запатентован в 40-х годах прошлого века. Тогда первые изображения печатались на пленке, содержащей серебро. Исследование стоило дорого и не было таким широко распространенным, как сегодня. Большинство рентгенаппаратов оснащены цифровыми носителями. То есть это позволяет, во-первых, давать меньшую дозу облучения при рентгеноследовании и при флюорографии, но и большую, наверное, решающую способность для докторов, которые оценивают эти рентгеноснимки. С учётом постковидных реакций, рентгенологические исследования, в том числе и флюорография, при необходимости делаются через 3-6 месяцев. Следите за своим здоровьем и обследуйтесь регулярно. Любой врач скажет, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Берегите себя и своих близких.